Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Предлагаю сегодня поговорить на интересную тему монашества и современности. Чем отличается монашествующий монах от любого верующего мирянина? Монахи – это люди, которые избрали особый жизненный путь, путь с Богом, путь, при котором служение Богу не имеет никаких посторонних препятствий. Это сложный путь, но достаточно древний. Фактически монашество сопутствует христианству с самых первых веков его существования. Находились люди, которые хотели жить только со Христом, уходили в первоначальное время в пустыни. Монашество зародилось в пустынях Палестины, Египта, того, что мы сейчас называем Ближний Восток тех мест. И в России это были дремучие леса. Даже такая песня есть, старообрядческая «Мать и пустыня, приимемя в твою зеленую густыню». Зеленая густыня в пустыне, конечно, непонятно. Но это, если пустыня в обычном смысле, это пустыня полная песка, то в России это густой дремучий лес. Люди, которые уходили от мира не потому, что они гнушались миром, не потому, что они считали себя лучше мира. Нет, просто они были убеждены, что в миру им будет труднее, гораздо труднее служить Богу и жить с Богом. Вот эта вот жизнь с Богом, как главная цель жизни христианина, они считали, что лучше всего исполнимо именно вот в таких условиях. – Ну, а что заставляет современного человека уйти в монастырь? Ведь верить и вести благочестивую жизнь можно и в миру. – Вы знаете, современного человека заставляет уйти в монастырь ровно то же, что и древнего человека. Мир требует от человека слишком многого. Даже, я бы сказал, порой всего. И еще сверх того. – Вот. И поэтому люди уходят в монастырь, я имею в виду, когда они действительно уходят в монастырь, для того, чтобы служить Богу без всяких преткновений. Конечно, времена меняются, меняются условия. Скажем, вот в Советском Союзе, при том очень таком ужатом, очень несвободном существовании церкви, монастырей практически не было. Было и буквально несколько монастырей, и то, как своеобразная витрина для заграницы о свободе совести в Советском Союзе. Попасть туда было очень сложно, поэтому очень многие люди монашествовали, живя в миру дома, у себя или на приходах. Во многих приходах служили монахи. Это имело свои отрицательные черты, потому что монашество все-таки это предполагает полный уход от мира, но было объяснимо в тех несвободных условиях, в которых находилась церковь. Сегодня у нас несколько иная ситуация. Вы знаете, что в России за последние 30 лет с небольшим практически восстановилась монашеская жизнь. Наверное, во всех обителях, которые были до революции, их сегодня очень много. Другое дело, что монахов не везде достаточно большое количество, но все равно монашеская жизнь в той или иной степени теплится сегодня в большинстве дореволюционных обителей и открываются новые обители, таких которых не было раньше. Это добрая тенденция, потому что это свидетельство того, что в русской церкви все же остаются люди, которые некие идеальные представления о жизни со Христом сохраняют и стремятся им следовать. – Владыка, а вот сегодня в Симбирской митрополии много ли монастырей? – К сожалению, в Симбирской митрополии монастырей немного. Я не хотел бы подробно останавливаться на причинах, почему так произошло. Вот один мужской монастырь жадовский есть и два женских монастыря. В нашей Симбирской епархии, теперь поскольку жадовский монастырь находится в Барыжской епархии. В нашей Симбирской епархии сейчас мужского монастыря нет. И это, так сказать, моя забота и мысли о том, чтобы он у нас появился. Пока я не могу ничего говорить об этом подробно, поскольку нужно слишком много условий для того, чтобы монастырь создать, чтобы он возник не просто как административная единица, а действительно как монастырь. Ну, посмотрим, как пойдет, как Бог благословить. Тогда, может быть, что-то будет. Наверное, у нас откроется еще один женский монастырь, помимо Комаровского монастыря и Спасского монастыря, откроется, наверное, в Ляховке. Там уже несколько лет трудится такая вот хорошая женская община, и она будет преобразована в женский монастырь. Это Майнский район, вроде бы. Да, это Майнский район, да. А вообще, как сохраняются монашеские традиции? Есть такое церковно-славянское слово, оно большое, длинное, друг друга приимательно. Ну, понятно, да, без перевода. То есть, передачи на данное отчина, как другого, в идеале от старца к ученику или от старицы к послушнице. Вот. Только таким образом может быть передано монашество, и других способов нет. Ну, конечно, книги, очень хорошие книги, замечательные. Книги аскетической литературы, ее много, она очень интересна, очень познавательна, очень воодушевляет каждого, кто читает ее. Но без живого примера, конечно, очень сложно. У нас есть вопросы, которые пришли на адрес редакции. Владыка неоднократно слышала даже от некоторых священников и читала, что Бог предложил женщине только два пути – брак и монашество. Если у нее по каким-то причинам не сложилась личная жизнь, и она осталась безбрачной, то ей непременно нужно идти в монастырь. Так ли это, Антонина? – Да нет, конечно. Это какие-то такие странные суждения. А мужчине тогда тоже? Почему только женщине? – Такой вопрос. – Нет, нет, это, конечно, не так. Монастырь нужно идти только от большой, переполняющей человеческое сердце любви к Богу. Больше ни от чего. От того, что что-то не удалось, от несчастной любви, от неудачи карьерных неудач, еще от чего-то. В монастырь идти нельзя ни в коем случае. Это только место, куда приходят только по любви. Вот есть любовь к Богу, и должна быть любовь к Богу, любовь к службе. Должен человек стремиться каждый день в храм, как вот, ну, утренит дух мой ко храму святому твоему. Да, вот это вот чувство должно быть в сердце человека, который уходит в монастырь постоянно. И то, это чувство должно проверяться достаточно долгим временем испытания, искусства, послушничества, а иногда до послушничества еще. Знаете, как вот в советские годы был такой один из наших монастырей женских в теперешнем независимом государстве в Эстонии, в Пюхтицах. Вот он был, он не закрывался совершенно чудесным образом, вот, он был большой, многолюдный, поскольку он находился в селе, и как-то власти особо его не трогали. Вот я знаю людей, которые, живя в самых разных концах Советского Союза, ездили в этот монастырь в отпуск. Вот работает человек, неважно, кем учительница в школе, или даже, может быть, какой-нибудь научный работник, да, или просто технический персонал, неважно кто. Вот 11 месяцев человек живет дома, а на отпуск на месяц приезжает в Пюхтице. И включается в монастырские послушания. Каждый день служба, трапеза, послушание, кто в поле, кто в коровнике, кто еще где-то, кто в пошивочной. И люди ездили годами и десятилетиями. Вот. Это было, вот, мне кажется, наиболее близко к естественному ходу дела. Вот именно так вот, постепенно человек должен испытывать свое желание монашества таким вот очень долгим искусом. Поэтому иначе вот так просто прийти и сказать, я хочу быть монахиней или хочу быть монахом, постерегите меня. Потом человек его стригут, потом он просыпается, вот он говорит, что я здесь делаю? Да. И убегает из монастыря. Таких примеров в наше время уже много достаточно. К сожалению, наше бурное возрождение последних лет, помимо добрых плодов, принесло еще и целый ряд каких-то искушений, нестроений вот такого рода. Может ли несовершеннолетний человек стать монахом, если его родители против этого, хотя они еще не старые, а в старости за ними будет кому присмотреть? Это спрашивает Илья. Нет. Несовершеннолетнему человеку монахом стать нельзя, независимо от желания или нежелания родителей. Сначала нужно стать взрослым, совершеннолетним, а потом уже идти в монастырь. И еще вопрос от Владимира. Владыка, некоторые современные монахи занимаются общественной деятельностью, создают спортивные клубы и сами тренируют подростков. Но должен ли этим заниматься именно монах? Ведь монашество – это отшельничество, уход из мира. Где границы? Что можно делать подстриженному в монахе, а что нельзя? Каково ваше мнение? Строго говоря, нельзя. Здесь формально задавший вопрос Владимир прав. Но, как говорится в старой поговорке, нужды ради и закону применения бывает. Поскольку многие монахи сегодня не отшельники, а служат и живут в городских городах, служат в обычных храмах и бывают в них настоятелями, то поэтому, возможно, и какие-то, естественно, формы работы с людьми, в том числе с молодежью, в том числе устройства спортивных клубов и прочее. Наверное, тренировать самому – это уже излишне. Да, этого делать не надо даже в таких условиях, в которых мы сегодня находимся. Но организовать эту работу и вести ее, я думаю, это вполне нормально, поскольку это такая нормальная приходская деятельность. И если приход возглавляет монашествующий, ну что ж, значит, ему приходится заниматься и этим в том числе. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам на почту поступил вопрос следующего содержания. Чем отличается православная икона от идола? Вопрос связан с тем, что иногда эти понятия, люди далекие от веры христианской, отождествляют. Ну, отвечая на этот вопрос, следует сказать, что, конечно, если уходить в этимологию самих слов «идол» и «икона», то и то, и другое слово означает «изображение». Но идол – это относится обычно к изображению какого-то языческого божества, в которое по вере язычников вселяется дух этого божества. Икона же – это образ, образ либо божий, либо божьей матери, либо святых. И разница, конечно, в этих понятиях существенная. Дело в том, что запрещение поклоняться идолам содержится в Ветхом Завете. В то время один единственный народ поклонялся единому истинному Богу. Это народ израильский. Все остальные народы были языческими, и они, конечно же, поклонялись множеству идолов. И по их представлениям божество можно было выразить вот этими вот изображениями. В противовес этому Библия говорит о том, что Бог невыразим. Он выше всякого изображения, выше всякого понятия, что Он сущий. То есть Он выше всякого существования. Поэтому и запрет на какое-либо изображение. Затем, когда уже мы вступаем в эпоху Нового Завета, Откровение Божие связано с тем, что сам Бог, сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, воплотился, стал человеком. И это было реальное воплощение, реальное вочеловечение. И вот поэтому стали возникать Его изображения, чтобы показать, что это было не что-то кажущееся, не что-то призрачное. Но действительно Бог стал человеком. Среди христиан были, конечно же, споры. Следует ли придерживаться ветхозаветного запрета на изображение, или же допустимы изображения Божества, прежде всего, конечно, Господа Иисуса Христа, потому что Бог Отец принципиально неизобразим. И это и сейчас Церковь придерживается такого взгляда. Были споры во времена иконоборчества. Иконоборчество – это было движение во времена Византийской империи в VIII-IX веках, когда состоялось несколько иконоборческих соборов, и были там у них сформулированы свои принципы, свои аргументы в пользу того, что нельзя писать иконы. Но затем Церковь отвергла это мнение, это учение, признала, что это мнение не православное, и что почитать святые иконы и изображения – это достойно и правильно, и благочестиво, и что, поклоняясь иконе, мы, конечно же, поклоняемся не самой этой доске, не краскам, не дереву, поклоняемся мы первообразу тому, кто изображен на этой иконе. И икона является окном в мир горний. Через эту икону легче достигнуть общения с божеством или со святыми, которые на этой иконе изображены. Вот таково сейчас учение православной Церкви. То есть, в конечном счете, различие между отношением к идолу и к иконе связано с тем, что идол – это изображение, извояние другого божества. В Библии сказано, что «не поклоняйся богам иным», что боги народов – это бесы. И вот поэтому-то с идолами у нас не должно быть ничего общего. Но иконы, они изображают либо самого Господа, либо святых. И это, конечно же, не иные божества, а это воплотившийся Сын Божий, либо же Божья Матерь, либо святые. То есть, это часть христианской веры. Поэтому поклонение иконам и допустимо, и правильно, и является неотъемлемой частью христианской традиции и христианского богопочитания. Добрый день. К нам пришел такой вопрос. Является ли предохранение от нежелательной беременности нарушением заповеди Божьей? Ну, тут, наверное, надо сказать, что задающий вопрос имеет заповедь Божьей – плодитесь и размножайтесь. Не понятно, не совсем понятно, скажем так, что такое нежелательная беременность в данном контексте. У церкви есть такой документ – основа социальной концепции Русской Православной Церкви. И вот там говорится, что мы можем предохраняться от беременности или препаратами, скажем так, абортивного действия, и тогда это однозначно является убийством уже, скажем так, нерожденного ребенка, и тогда это однозначный грех. Но есть, как мы знаем, еще препараты не абортивного действия. То есть с их помощью можно предохраняться от беременности. И вот здесь вопрос уже гораздо сложнее, гораздо глубже. И нужно этот вопрос разбирать, опять же, в каждом конкретном случае и лучше всего со своим духовником. Потому что, естественно, смещение к духовнику задаст множество, скажем так, уточняющих вопросов. А почему человек, женщина или мужчина, иногда муж, хочет, чтобы ребенка не было? Почему вообще семья, скажем так, не хочет иметь ребенка? Из-за каких причин? Бывают причины здоровья матери. Тут уже дело понятное. И тут уже на усмотрение каждого человека береха здесь, наверное, большого не будет, если человек из-за здоровья мамы мамы не может иметь или не хочет иметь ребенка. Есть какие-то опасения здоровья. Другие вопросы уже. Потому что иногда говорят, ну вот мы боимся там поднимать или это мешает нашей карьере. И тогда, наверное, это уже некие эгоистические, скажем так, побуждения, когда человеку будут мешать дети. Ну, скажем так, мешать жить вольготно и, может быть, беззаботно. И тогда, скорее всего, именно это уже и является грехом. Когда человек ради своего эго, ради нежелания, скажем так, потерпеть или претерпеть какие-то, даже уже не говоря уж о бессонных ночах, может быть, карьерные какие-то уступки сделать или меньше, скажем так, денег и средств остается на себя любимого. Тогда это, конечно, эгоистические побуждения. И это уже, наверное, является грехом. Есть множество еще других причин, почему иногда семья не хочет иметь ребенка. Но это уже, еще раз говорю, нужно в каждом конкретном случае разбирать лучше со своим священником, который может подсказать, который может направить какие-то размышления, почему человек не хочет иметь ребенка. Или на самом деле эти препятствия так уж серьезны. можно вспомнить какие-то моменты даже из практики своей священнической. Вот приходят женщины, тоже подобные какие-то вопросы задают. Допустим, у них уже двое или трое детей. Вроде четвертый или третий ребенок говорит, наверное, уже много, наверное, не потянем. Как ты с ней говоришь, все-таки какие-то слова приводишь. Проходит там два года, может быть, полтора, рождается ребенок, приходит такая женщина и говорит, ну, как хорошо, что мы его оставили. Сейчас представить, что вот, допустим, этой девочке или этого мальчика, да, вот он сейчас есть, нами любим, а мы его как бы не хотели. И если бы мы приняли решение, да, не заводите, вот его бы не было, да. Вот такие слова, они, наверное, самые такие яркие подтверждения того, что не нужно бояться, да, что когда ребенок появится, да, мы уже его и полюбим, да, и найдем и время, и силы и поднять его, и воспитать, и дать свою любовь этому ребеночку. К нам пришел следующий вопрос. Зачем звонят в колокола? Откуда пошла эта традиция? И надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще традиция колокольного звона, она, скажем так, снисходит в Ветхий Завет, только тогда на богослужение вместо колоколов созывали звуками труб. Потом уже, ближе к новозаветному времени, стали бить в специальные бивы и клепалы, скажем так, в такие деревянные или медные полоски или трубы, да, в которых, ну, которые издавали громкий звук, и всем в окрестностях было ясно, что настало время идти на богослужение в храм. И вот уже с V века по, как бы, по преданию святителю Павлину, епископу, да, и во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики, да, и сказал, что вот как бы можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола, да, из металла и созывать с помощью их. Да, и так стали действовать сначала в Западной Церкви, мы знаем, что до XI века Церковь была едина, да, а потом в греческой, тоже восточной Церкви начали более и более приживаться колокола. Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси, на Святой Руси, да, где колокола именно полюбили, очень полюбили, и они вошли в устав, в типикон, да, колокольные звоны вошли в устав, это теперь неотъемлемая часть богослужения, разные звоны, там, лаговест, который собирает на службу, перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни, это похороны, отпевания, или там вынос креста, допустим, на службе, да, то есть такие печальные моменты, или трезвон, радостные моменты на Пасху, на Рождество, на службу архиерейские, именно на службу великих праздников, тоже трезвон, это радостный звон, то есть он несет колокольный звон в первую очередь, скажем так, утилитарную функцию созыва на богослужение, или рассказы для тех, кто молится дома, да, в окружающих домах, скажем так, в деревнях, а раньше большинство населения жило в деревнях, или храмы были в каждом, скажем так, районе города, и колокольный звон слышен был в каждом доме города, да, напоминание о том, что вот сейчас начинается служение, а сейчас идет определенный момент службы, да, то есть все люди знали это, и, то есть могли тоже даже дома уже вспомнить, хотя стоя даже у плиты, да, готовить, да, помолиться в этот момент, и этот колокольный звон всегда напоминал естественно человеку о Боге. Это потом трансформировалось в известные слова нашего писателя Чехова, да, что вот если есть счастливый человек, должен кто-то стоять и молоточком, стуком напоминать, да, то, что есть, существуют люди несчастные, да, больные, и вот им тоже нужно помогать, и ты можешь стать таким же, да, поэтому нужно помогать, как бы. Вот это вот опять же трансформация этого колокольного звона, когда колокол звонит, да, и мы, если слышим перезвон, да, мы вспоминаем, что вот, да, человека сейчас отпевает, возможно, нужно помолиться, да, о бременности жизни. Трезвон — это даже если на душе плохо, да, всегда мы вспомним, что Бог любит нас, да, и можем опять же это послужить подкреплению наших духовных сил, поэтому вот он несет не только ультилитарное значение, да, созыва на богослужение, но и напоминание человеку вообще о Боге, о бременности, жизнь и о любви Божьей. Поэтому, естественно, когда мы слышим колокольный звон, как напоминание о высшей цели нашей жизни, мы всегда соединяемся крестным знаменем, как бы так, сотворяя эту краткую молитву. Добрый день, дорогие братья и сестры! В Евангелии от Матфея написано такие строки «Не судим, да не судим будиши, ибо каким судом судишь, таким и будешь осужден». Святой Иоанн Златоуз, пытаясь понять эти слова Христа, восклицает. Ну что же теперь? Не должно никакого обвинения произносить на согрешающего? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы вновь должны взглянуть в Библию. В книге Царств описывается, как пророк Илья осудил праведным судом лжепророков. В четвертой книге Царств описывается, как пророк Елисей осудил Геизия за взятие денег и наказал его проказой. Иоанн Златоуз говорит, что есть праведный суд, который мы обязаны совершать. И есть суд, который творили книжники и фарисеи, когда они судили друг друга и не исправляли сами себя. Когда убийцу судили по закону, а сами убивали пророков. Когда сами, будучи исполнены недостоинств, страстей, грехов и неправды, осуждали те, кто находился рядом с ними за более мелкие проступки. И вот апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет, согрешающего обличай пред всеми. Это накладывает на нас нравственные обязательства – быть самим совершенным, как Отец нас совершенен есть. Святой Иоанн Златоуст по поводу осуждения пишет, должно не корить, не поносить, но вразумлять, не обвинять, но советовать, не с гордостью нападать, но с любовью исправлять человека. Итак, братья и сестры, все строгости церковной жизни, все строгости нравственного закона, мы призваны обратить к самому себе для того, чтобы стать примером. В духовной жизни есть закон, что чистому сердцу все чисто. Если мы избавляемся от своих страстей, вокруг нас мир наполняется любовью, и мы становимся первоисточником этого благородного, высокого чувства, которое уходит к самому Христу. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова